На семи дискуссионных площадках обсуждали экономику, социальную и налоговую политику, качество власти, перспективы АПК и многое иное. В течение двух дней в Москве на ВДНХ проходил 16-й съезд Единой России. В нем участвовали более 3000 человек. В состав участников вошла и делегация от Курганской области. Зауральские единороссы работали на всех площадках, которые проходили в первый день съезда. Одной из главных стала тема экономики роста и благосостояния. Дискуссию возглавляли первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков и министр финансов России Антон Силуанов. Обсуждение началось с важной для России проблемы – налоговая система. Нужно рассматривать изменения в налоговой системе, но речь не идет о том, чтобы увеличить нагрузку на бизнес. Будь то малый, средний бизнес или большой бизнес. Речь идет о том, чтобы направить все на администрирование действующей системы налогообложения, чтобы создать определенные стимулы для развития нашей экономики. Ну и, наверное, посмотреть на то, как все-таки действуют те льготы и преференции, которые уже прописаны в налоговом кодексе, в таможенных всех декларациях. Если вот вспомнить о том, сколько страна и федеральный бюджет в целом недополучает налогов от предоставленных льгот и преференции, то эта сумма очень впечатляющая. Она составляет 9,5 триллионов рублей. Зауральский сенатор отметила, что на площадке прозвучало главное – будет проведен серьезный анализ действия льгот и пользы, которую они приносят. При этом коренного изменения в сторону увеличения налоговой нагрузки не планируется. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Евгений Кофеев обратился к модераторам площадки с вопросом, касающимся, в частности, Курганской области. Зауралье – регион дотационный и окружен со всех сторон субъектами с высоким уровнем собственных доходов, где налоговая нагрузка значительно ниже. И, соответственно, как сделать так, чтобы бизнесу, который всегда ищет где лучше, было комфортно в Кургане? В результате, наверное, услышали самое главное, что после 1 марта все регионы будут подписывать соглашение с Министерством финансов о предоставлении дополнительных дотаций из федерального бюджета. И они будут внимательным способом оценивать наши налоговые льготы, которые у нас есть или которые будут, и они будут их оценивать не с точки зрения, есть ли они у нас или нет, а являются ли они такими же пропорциональными, как в соседних субъектах. Евгений Кофеев выразил уверенность, что в новых условиях Курганская область сможет конкурировать с соседними регионами. Не менее ожесточенные споры вызвала и продолжающаяся пока оставаться проблемной тема ЖКХ. Даже площадка получила вызывающее название – «Быть хозяином в собственном доме». Мы рассмотрели вопрос, который касается введения стандартов управления многоквартирными домами, принятия единого документа на федеральном уровне, который будет определять стандарты управления многоквартирным домом и ответственности и собственников, и управляющих организаций по управлению этими многоквартирными домами. Достаточно актуально, интересная тема, было задано очень много вопросов, которые касались и ужесточения мер, но к управляющим организациям и в то же время определение понятия собственника жилья, потому что, к сожалению, владелец жилья – это не совсем собственник, а собственник является тот, кто активно участвует в реализации проекта самого дома, в котором он живет. Одним из центральных на площадке стал вопрос развития доступного жилья, ипотечного кредитования на более выгодных условиях, строительства кооперативов арендного жилья. Ключевой темой всего съезда стал проект «Наш двор», который позволит благоустроить дворы многоквартирных домов в муниципалитетах регионов. Приведите дворы в порядок. По моей инициативе мы начинаем заниматься их благоустройством и созданием комфортной городской среды. Эту идею поддержал президент нашей страны в послании в федеральном бюджете. На эти цели по предложению фракции «Единая Россия» предусмотрены 20 миллиардов рублей. Курганская область получит на реализацию данного проекта 178 миллионов рублей. Ремонты дворовых территорий, обустройство спортивных площадок и так далее. Поэтому очень важные моменты. Очень приятно, что мы в нем можем принимать участие. Особенно приятен тот факт, что для разных субъектов сделали разный процент федерального финансирования. Для нас это является большой проблемой. Губернатору нашей области удалось добиться 92% финансирования федерального. Для нас это абсолютно подъемная задача. Дмитрий Фролов также отметил, что предлагаемые к реализации инициативы на площадке «Качество государства», в которой он принял участие, уже на территории Курганской области реализованы. Однако одно предложение будет внедрено в работу. Во Владимирской области принят законопроект в Кодекс об административных правонарушениях. Штраф от 1 до 5 тысяч рублей за некачественно выполненную государственную услугу. Мы тоже будем для того, чтобы этих нерадивых чиновников, которые, к сожалению, все-таки еще есть, кто не совсем внимательно относится к своей работе, привлекать к административной ответственности и тем самым повысить доступность услуги для населения. Для Курганской области самым актуальным вопросом на съезде стали все же перспективы развития АПК. Эта тема была задана президентом России в послании к Федеральному собранию и получила логическое продолжение в проектах «Единой России». Будет развиваться сельскохозяйственное производство, будет развиваться и экономика российского государства. Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. И, конечно, очевидно, что все, что случилось, это надолго. Нечего надеяться на какие-то чужие выборы, на приход новых руководителей иностранных. А наши аграрии, для которых сложилась такая в целом удачная ситуация, должны активно ее использовать. И мы их в этом поддержим. Так как в любых условиях мы будем кормить себя сами. Аграрная сверхдержава. Дискуссионная площадка не зря получила такое название. Как возродить наше село, как его поднять, как его обустроить, как нарастить экономику нашего сельскохозяйственного производства. Когда президент выступал со своим посланием, он обозначил отрасль сельского хозяйства как одну из локомотивов развития нашего общества. И слова президента говорят о многом. А тем более для нашей Курганской области, вот этот сектор экономики, он является определяющим. У нас с вами все есть. А главное есть земля. Будем осваивать, развивать, внедрять новые технологии, будет область развиваться. С этого года в России действует закон о субсидированном кредитовании сельхозпроизводителей под реальный 5% годовых. Депутат Государственной Думы Александр Литяков уверен, что эти изменения дадут положительный сдвиг в развитии комплекса. Основные требования, которые будут предъявляться к соискателям – отсутствие задолженности по налогам и заработной плате, хорошая кредитная история, проектные решения. В бюджете на эти цели предусмотрено порядка 50 миллиардов рублей. И вот как раз для этих соискателей, которые готовы строить современные комплексы и решать эту задачу, и будут направлены в первую очередь эти кредитные ресурсы. Вот что для меня в первую очередь ключевое прозвучало. То есть от аграрии мы никуда не денемся, защищать мы все равно будем свое сами и кормить мы тоже будем сами. Ну есть еще ряд, много моментов для агрария. Это распределение субсидий для сельского хозяйства передали с федерального бюджета на региональный бюджет. И уже область сама самостоятельно будет распределяться субсидиями для поддержки своих сельскохозяйственных товаропроизводителей. Это финансирование малых форм хозяйствования, создание семейных ферм. Это для нашей области определенные плюсы. И плюсы, я бы сказал, очень основательные, очень серьезные. Подводя итоги всего съезда, курганские делегаты отметили продуктивный исход события. Те обещания, с которыми партия шла на выборы, не только будут выполнены, но на сегодняшний день видны уже реальные шаги и новые проекты. Мы видим сегодня проекты, которые будут реализовываться в Российской Федерации, в Курганской области. Это программа «Наш двор», это программа благоустройства наших территорий, в которой мы очень давно нуждаемся, мы об этом очень много говорим, и наши жители об этом говорят. Это программа поддержки сельских домов культуры. Мы знаем, в каком они сегодня состоянии, но это единственный, наверное, очаг в селе, где кипит жизнь. И эти партийные проекты сегодня воплотились уже на бумаге, они воплотились в виде средств из федерального бюджета. Меня порадовало, что усилено финансирование партийных проектов, которые связаны с селом и с образованием, и с сферой ЖКХ, поэтому я надеюсь, уверен точнее, что наша область получит достойное финансирование по этим проектам, и мы сможем двигать их дальше. Составилось избрание руководящих органов партии – Высшего и Генерального Совета, в председателя партии Центральной контрольной комиссии. Отметим, что председатель партии не изменился, им остался Дмитрий Медведев. Секретарь первичного отделения Шадринского городского местного отделения партии Наталья Семенова вошла в состав Генерального Совета партии «Единая Россия» от Курганской области. Всего обновление Генерального Совета партии составило около 60%. Как отметил секретарь Генерального Совета партии Сергей Неверов, в Генеральный Совет включены секретари первичных отделений партии на территориях избирательных участков, которые получили высокие результаты на прошедших выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания России. Алексей Старцев, Ульяна Чупала, Александр Киселев, Андрей Бахарев. Информационное агентство «Курган.ру» из Москвы.